Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по вашим многочисленным просьбам у нас наконец-то состоится интервью с Галиной. Галина, здравствуйте! Здравствуйте! Я не знаю, рассказывали ли вы, что вы уже одну пробную попытку сделали. И вот сейчас я рядом еще с ладоаппаратом, чтобы наверняка этот разговор у нас состоялся. Главное, чтобы нас интернет не подводил скорость, потому что, когда начинается это все со звуком и со всеми делами, это все не хорошо получается. Давайте в начале нашего разговора я поблагодарю наших подписчиков, которые нас с вами познакомили. Потому что вот я сама, они как-то мне предлагали, но я сама стесняюсь скучать блогеров, у которых большее количество подписчиков. Это так-то вот звучит не очень солидно, что я прошу исправить блогеру тебя, пожалуйста. Ну, когда вам уже сказали, как мальдите, я очень признательна нашим зрителям. Ну, зрители нас многому учат, на самом деле они задают такие классные вопросы, которые заставляют мозги немножечко так шевелиться. Оно неплохо, оно неплохо получается. Да-да-да, я и говорю, многие благодарят за то, что вот вы нас поучили, а я там у вас сколько набралось. Потому что многие темы просто бы не подумала даже не то, что обсуждать, а даже думать об этом. Да, вот они включают мозги и пошел процесс, да, это правда. Мы набираемся от вас тоже очень-очень много. Ну, хорошо, значит, ну, мы не будем повторять наш предыдущий стрим, да. Единственное, что, может быть, для тех, кто не в курсе, может быть, вы немножко так представите, скажете, там, пару слов, чем вы занимаетесь, а дальше мы пойдем уже по тому, как пойдем, да. Так, меня зовут Галина Смит. У меня аж целых два канала, которые так и называются. Один просто Галина Смит, я не скромная дама. А второе название мы подбирали вместе со своими зрителями, уже когда я закрывала тот канал. И мы выбрали название «Счастливым вместе», скажем я, в смесь, потому что очень многие люди из нашего канала по-настоящему стали счастливыми. Кто-то в браке, кто-то в заанглежном браке, который я активно пропагандирую, потому как сама сюда приехала в брак за американцем, а кто-то просто со своими мужьями наладил лучшее отношение, потому что те вопросы, которые мы рассматриваем, они очень широкого спектра, они на каждый день годятся. И я очень много писем получаю, это, в общем-то, девочки сами предложили. Я говорю, девочки, потому что мальчиков у нас там 7-10% в разные дни бывает, только в основном девочковая аудитория. И мы вот так друг друга пополняем, учимся. И это не я придумала. Я-то сначала, когда вот открывала канал 4 года, теперь уже 4,5 года назад, я хотела сказать просто правду про мир. Ищи вот мою правду про глубинку, а не только что вещали там с телевизором. Из Калифорнии. Нет, нет, я не пишу меня расисток, потому что, ну, все-таки наоборот. И мне прям звонят и жалеют меня. Как мне тут Богом, мои глаголы. Потому что у нас еще существует торнадо, аллея проходит как раз по нашей территории. Просто жить нельзя. И первоначально была вот эта идея. А потом, в связи с тем, что я была хозяйкой брачного агентства в России в течение 7 лет, и дочечка моя еще 3 года держала, когда я уже была здесь. То есть опыта много, вот на работах очень много. И я стала делиться сначала тем, что я знаю, а потом все это вывелось вот в чтение писем моих всяких и успешных и счастливых подписчиков тоже. И мы выделили вот этот второй канал уже. Я там в основном только письма и читаю. А можно такой вопрос? Вот все-таки брачные агентства такой нетривиальный бизнес. Вот каким образом вас занесло в эту сферу, вот предыстория? А у нас в жизни ничего случайного не бывает. Оно кажется случайно, а потом оказывается все логично. Я в свое время решила устроить судьбу своей племянницы, которая вышла замуж за мальчика, в которого была влюблена, но в котором не была уверена. Мы с ней просидели ночью, решили, что ну не выйдешь замуж, ну хотя бы сходишь, давай уже так. И вот когда она с ним разошлась, я решила ей помогать. Да, как помогает. Дай-ка, я ее куда-то пристрою. У нас уже были вот эти агентства брачные. Я туда пошла, я захожу к ним, причем я выглядела-то неплохо. Я вот сейчас смотрю свои эти фотографии, я там сорокалетняя леди. Прямо куда-то говорю. А мне сторона говорит, ой, нет-нет-нет, мы таких не берем. Ну и когда я поносила туда письма, посмотрела, я поняла, что солидного возраста леди, хотя сорок это для Америки вообще не возраст, да. Их отрезали многие брачные агентства, потому что работы с ними много, а отдача меньше. И на молоденькую девочку письма идут или уже на солидную дому. Хотя мой опыт-то показал, что дома более взрослые, она легче выходила замуж, чем молоденькие девочки. И разница возраста была меньше, потому что молоденькие должны были соглашаться и на 15, и на 20, и некоторые на 30 лет старше. С мужчиной лишь бы уехать. Выходили уже за радостников. Это было моей гордостью, что у меня были солидные дамы, и еще не брали девочек с двумя и с тремя детьми, просто не брали. Я считала, для себя обязательно их отдать надо. И меня переполнила такая гордость, когда уезжали мне с близнячками, уезжали с подростками, со сложными, уезжали. То есть я бы купалась в этом удовольствии, потому что то, что был не ликвид для других, мои были очень любимые. Давайте я вас спрошу такую вещь, которая меня вообще просто интересует. Мы с американцами не очень много пересекались, но у нас были знакомые американцы, которые женились, привозили себе девушек из России. И сейчас мы очень общаемся, у нас есть целый круг людей, вот жен американских людей. Вот с вашей точки зрения, понимаете как, вот человек-американец в зрелом возрасте, то есть мы смотрим там 50 с плюсом, ради чего он будет привозить себе жену из России. То есть это же все-таки, знаете как, сказать, что там какая-то облачная любовь им движет, когда еще нет человека, ну это, наверное, будет не совсем корректно. Он хочет для себя что-то поиметь. Вот и то, что я наблюдаю, я видела разные категории американцев, которые хотели поиметь разные вещи. Один, значит, хотел привезти женку, чтобы она тут же шла на работу. То есть он привез себе жену, буквально на следующий день, он ее выставил на перекресток, сказал, все, иди устраивайся на работу. Куда устраивайся? На перекрестке оставил Сан-Франциско. Куда устраивайся? Куда иди? Вообще, то есть просто катастрофа. Сейчас вот есть у нас знакомая, значит, этот мужчина, он живет, ну вот недалеко от Санта-Крус, где у нас дача, но там даже нет интернета. Там такое глухое место, телефон не принимает, междугородной связи у него нету. Он затащил туда себе жену на гору, и ему нужна кухарка, подруга, домработница, чтобы за ним ухаживал на старости лет. Понимаете? То есть как бы вот, ну, понятен его интерес, да? А девушка, ну, такая, средних лет, там, 40 лет, с этой горы спустится, она еще там целый год машину осваивала, чтобы с этой горы съехать, там, еще не так просто ехать с нее. Навигатор не берет туда ночи ни одного фонаря, ну, дикое место совершенно. Вот. Так вот, значит, по категориям, да, вот какие бывают американцы, чего они, собственно, говорят, беря жену из России? Да, вот какие у них такие меркантильные интересы? Вот интересы совершенно разные, американцы разные. Мы все эти вопросы рассматриваем, у нас много-много роликов про все. Ну, и главное, чему я учу, обращать внимание, какой это мужчина, насколько он успешный, и зачем ему эта жена нужна. Потому что, во-первых, женщину привезти, это не дешево. И в Европу, и в Америку, вот, порядка 10-12 тысяч долларов у человека должно быть, чтобы привезти себе жену по почте, заказывая. То есть это не одномоментно, но тем не менее, это вот такое удовольствие, и многие хотят его получить назад. Я на тебя потратила, забудьте без. То есть мы все-все рассматриваем на берегу, чтобы не попасть в такую ситуацию, в какую нам нежелательно попадать. И я учу, вот, обращаясь внимание, вот на это, на это, на это. Почему американцы идут, зачем им нужна жена иностранка? Как ни странно, но большинство из мужчин, я тоже многократно этот вопрос задавала, они говорят, что устали от жены-американок. Излишне независимых, излишне не хозяйственных, излишне не обращающих внимания на свою вторую половину, имеющие свою независимую жизнь, которая практически не сопряжена ничем с мужчиной. А мужчина чувствует себя одиноким, даже если уснятым. И поэтому, наслышавшись о том, что есть азиатки, кстати, славянки, которые семейно ориентированы, которые не просто скажут ему на то, что головка заболела, у тебя есть врач, и иди туда-то. Они таблеточку дадут, и массажик сделают, и 50 раз подадут, и поцелуют, и спросят, как у тебя. И потом, славянская женщина, как мамы наши, как мы, мы же, извините, мусор не вынесены из дома, если вы себя в порядок не привели. Им это тоже очень импонирует. И они когда видят у соседей даму в Агородзе, буквально прикол, ну, марафетит, я тоже такую хочу. И они идут на эти траты. И тут мы уже с мужчинами разбираемся. А зачем? А для чего? То есть, вот кухарка-уборщица, бывает, что такое, ну, в большинстве случаев, вот как мой мужчина, он у меня ест дома за неделю, в отличие от вашего, ну, может быть, раза два. Причем один раз он готовит сам, это по выходным, он один день берет, он сам готовит какие-то американские блюда, как правило, в этот день мы кого-то еще зовем, потому что, ну, я зря же мужчина готовил, но он уже все, наверное, и у нас, как правило, кто-то в этом не присутствует, а я готовлю достаточно часто, но только для себя. То есть, он даже эту еду не ест вообще? Он ест очень немного русской еды, и у меня даже есть прайкороль, он ест пельмени, ну, не вареные, а жареные, он любит сортейники. Ну, да, да. Он ест солянку, вот мясо галимое, где ничего нет, он любит наши блинчики фаршированные, и творожком, и мясом он ест, калачи он это называет, это американские блюда, по-нашему колбаса в тесте, вот-вот меня просят чаще всего это готовить, ну, по пальцам перечислить, что он ест. А где он питается остальное время? И он еще научился есть. Я запекаю мерзко иногда, вот так запекаю, но он тоже есть. До меня он свинину вообще не ел, он считал, что это несъедобная еда, и вот благодаря мне он понял, ой, оказывается, мне тоже можно есть. То есть, он завтракает обязательно мне дома, и по субботам я ему готовлю завтрак. Причем, когда я первый раз приготовила, то есть мы по субботам шиппингуемся, ну, сейчас у меня по субботам стримы после этого он выйдет, а так мы выезжаем, допустим, часов в 9 мыезжаем, он в 9.30 говорит, все, я проголодался, пора завтрак. Мы только из дома приехали. И он всегда берет одно и то же. У него яйцо, у него бекон, и у него либо картошечка, либо сосисочка. То есть, я ему, когда первый раз приготовила это, я позвала, сказала, ваш завтрак готов? Он сказал, вау, ты умеешь это делать? Да, яйцо, пожалуйста, не умею. То есть, я раз в неделю его готовлю. Вот так и завтрак, и чаще всего я спрошу тебе, как обычно? Да, мне как обычно. А остальное время, вот он либо такой завтрак берет там и ест, либо он берет что-то там завернутое, а что-то он его привозит домой и продолжает новости смотреть, и ест прямо перед телевизором. То есть, это завтрак такой. Полдника это он, как правило, с календурой, ему надо народ кормить, он их выводит, и поэтому на ужин, я как хорошая жена, которую сюда привезли для того, чтобы она интересовалась жизнью мужчины, и заботилась всем ужином, уже каждый вечер покажу и говорю, Женечка, что ты будешь есть на ужин? И чаще всего мне звучит так, что, ой, у меня был такой большой ладж, я, наверное, вот просто, и далее идет по списку, колбаску у меня сверну поешь, это один ужин, второй, я супчик из баночки, чаще всего это бензик или томатный супчик, причем они вкусные. Нет, а так вот, чтобы не из баночки, такой же супчик можно и сварить тоже? Надо, чтобы было, как у бабушки было, вот как тогда бабушка делала, в той кастрюлечке, и они этот вкус смогли сохранить в этих банках. Я когда привыкла, Женю надо исполнить, и он говорит, Галь, ну я 52 года, питался нормально, а сейчас это стало плохо, давай ты не будешь, и он мне сказал шикарную фразу, мы не должны с тобой любить одну и ту же еду, чтобы быть хорошей семьей. И я с этим согласилась, и вот очень-очень редко он какой-то, он не волнует, кто вот это, вот из ресторана, и он сам привез, либо мы съездили раза два-три в неделю, мы едем где-то аут, и вы знаете, эти функции, которые привозишь, их надо либо съесть, либо вытянуть, вот это вот его иногда налажь, если он без кем не ест, он это, 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 то есть тут вот в кухарку привозить. Ну вот он еще молодой человек, там что там, ему там сколько-то лет, он? Нет, он молодой, он на 7 лет, меня старше, ему 67 лет, поэтому он вот у меня. Ну, по нашим американским меркам, это молодой, а когда люди ближе к 80 привозят себе, допустим, 40-летнюю жену, да, то это уже сиделки, да? Да, конечно, это уже сиделка, и если мужчина, допустим, он сразу ей говорит, у нас вот здесь такой случай есть, но она на 30 лет ему младше, причем она приехала, вот в моем возрасте, 13 лет уже здесь живет, он сразу ей объяснял, что у меня есть 2 миллиона, 1 миллион останется моим детям, 1 миллион останется тебе, вот ты должна со мной прожить до моей смерти. Она, она что-то называет, замуж по договору, но она не думала, что он будет столько-то уложить, а потом еще лопатый. Ну, просчиталась, бывает, знаете, брак по расчету, либо пан, либо пропал, да. Она ждет свой миллион, хотя могла бы его уже заработать, и с другим мужчиной заработать, ну вот сидит и ждет, такие договоры тоже есть, всякое бывает, ну вот мы стараемся выходить замуж один раз тут уже навсегда, и у нас сейчас есть девочка, юриспомсор, которая помогает документы какие-то, подпетит ей помочь, и она вот говорит, что Галь, когда приходит от тебя, я сразу вижу, что мужчина шикарный, то есть мы их научаемся здесь. То есть у вас в основном мужчины как-то местного разлива или по всей Америке? По всей Америке и по Европе я просто учу девочек, на что обращать внимание, на что обращать внимание, потому что уехать замуж за страну, ой, мама, не дай кухню, то есть придется по-всякому, и вот так из горы спускаться, и убегать, и в шелкере ночевать, и все что-то. Да, всякое бывает, да, нам тоже писали писем, что куда-то вывезли в степь, там стоит вагончик, то есть девушки-то думают, сейчас приедет там дворец роскошный, а там вагончик в степи, и ничего больше. И муж, любимый, сел на машину и укатил, а она в этом вагончике среди степи осталась одна денешенька. Вот такие случаи бывают. Вот прямо перед нашим разговором я разговаривала с девочкой из Германии, и она говорит, Галь, мы на всякой пожарной теме и ведем, что если кто-то попадется в неудобную ситуацию, пусть мне звонят. И я вот на стреле про это буду говорить, потому что у нас всякое может быть, все равно. Кажется, мы проверяем, сейчас есть возможность, достаточно, что все прозрачно, и можно посмотреть и на тот дом, и на тот покойник, и на тот дом, и на тот покойник. Все, можно посмотреть. Девочки наши иногда попадают в такие ситуации, что это автор фантаст не придумает. Да, да, и дальше ты думаешь, как расслевывать все это, как оттуда выбраться, живым и невредимым, да, да. Да, ну что же, очень интересно, очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!